И снова здравствуйте, всем привет! Вот такой вот именно персонаж Майла Тэч из мультфильма Атлантида. Затерянный мир 2001 года. Мой любимый именно мультфильм. Вот решил всё-таки я его сделать. Давно эта мысль у меня как в голове летала. Уже добрых года три, наверное. Но вот всё-таки настроился и решил его сделать. И вспомнил то, что кто-то из подписчиков или зрителей писал именно нужно как показать, как сделать одежду. Ну как я её делаю. Это маскирование. Ну давайте рассмотрим. Тут сейчас штанцы буду делать. Так, это значит майка. Но майку пока оставим. Вот давайте штанцы. Значит зажимаем Ctrl. И штаны, по-моему, где-то ниже колена у него выходят. Вот делаем до пояса. Вот так. Заходим именно в тулах. Находим экстракт. Обязательно пусть стоит дублирование. Потому что при дайномэше без дублирования значит превращается всё в дырки. Вот Ацид применяем. Ctrl. Снимаем выделение. Теперь геометрию открываем. Находим дайномэш. И нужно сделать дайномэш. Для чего? Для того, чтобы... Так, тут получается, что у вас разные полигруппы. Сейчас, Ctrl. Z. И вот смотрите. Так. Вот я нажимаю. Вроде бы ничего не видно, да? Но бывает... Где она тут? Дисплейсмент. Дублирование. Если поставить, вы видите, что... Вот они. Появились детали, которых не было видно. Это разные полигруппы. И получается, когда вы начинаете после экстракта всё это дело вытягивать, у вас получается или тянется передняя стенка, или задняя стенка вылазит вперёд. И потом, когда вы делаете дайномэш, это превращается в ужас. Так. Ctrl. Shift. И вот я всегда после экстракта делаю геометрию вот эту дайномэш. Прибавляю. Можно её побольше. Это, в принципе, без разницы. Теперь у нас... Видите, одна полигруппа должна быть. Так. Что-то почему-то не склеилось. Вот эта штука. А ну-ка, смотрим. Так. Так. Так, она склеилась, но полигруппы не убрались. Значит, Ctrl. W сочетание клавиш. И всё это дело решает. И вот у нас уже один мэш. Теперь можно с ним работать. Так. Ну, и у нас тут на повестке дня, значит, штанцы. Так. Текстуры. Так. Нужно эти штанцы увидеть. Я тут скачал именно мультфильм. Потому что, оказывается, его не стало как-то для свободного просмотра. И в зоне я скачал мультфильм. Теперь мне вот наделал тут, значит, скриншотов. Киншотов. Вот таких. И нужно всё это дело теперь повторить. Так. Z отключаем. Штанцы ниже колен. Правильно. Здесь у него выходит галихве. И потом идёт обувь. И вот эта вот часть, как накладка, как в 60-х. Типа кожанка была. Ну, и вот эту сделаем тоже. Свитер, короче. Так. Ладно. Погнали. Берём клей билдоп. Я его сразу всегда включаю. И ставлю на автомаскинг бакфейс маск. Так. Это я в прошлых роликах объяснял. Чтобы, когда вы лепите внутренняя стенка не вдавливалась. А работали только с поверхностью вот этой. Чтобы внутренняя часть не трогалась. Вот так. Так. Теперь вот именно галихве. Так. Это всё выглаживаем. Ну, и как его сделать? Сейчас попробуем. Так. На двоечку. Всегда я работаю на двойке. Лучше понемножку накидывать. Вот. И вот так вот всё это дело сначала прокидать. Так. Здесь будет вот эта часть. Галихвэн. Так. Работаем с симметрией. Это X клавиша. Так. Теперь можно мофт топологи поставить и попробовать. Ну, не знаю. Получится, не получится. Ну, галихве они как-то здесь вот просто чуть-чуть ну, как складка должна быть. Ну, что-то вот в таком духе. у него, конечно, они как-то идут вообще вот так вот. Вот такие. Ну, пусть будут такие, значит. Вот отсюда, наверное, где-то пониже переход будет. Да, вот. Пускай будут вот такие вот галихвэн. Так. Это всё шифтом выглаживаем. И вот нужно теперь всё это дело как бы подкорректировать. Это опять же клэйбилдов. Кисточкой стандарт я редко пользуюсь. Так. Вот здесь вот уже зад нужно сгладить и выйти на вот эти галихвэн. Так. Чтобы здесь всё было сглажено. Так. Чуть-чуть альтом сделаем вот здесь как бы вмятину. Так. Здесь шифтом выглаживаем придать им как бы вот эту вот часть эту выпуклость. Так. И она уходит наверное вот на две вот эти части как бы на переднюю на пояс и назад. Так. Ну вот это конечно что-то получилось. Так. Здесь работаем значит типа мышца у него типа как нога здесь вдавленность и как бы поострее их ну чуть-чуть с мятинами. Так. Ну как-то так что ли так. Тут тоже можно побольше вот так поднакидать. колени не нужны потому что это уже штаны и здесь вот немножко вот таких вот переходов надо. Ну нужно также сделать складки. Так. как будем делать складки. Складки да это уже кисточка значит стандарт и интенсивность можно поменьше. Правсайз регулируем и тут вопрос или делать симметрично с клавишей X включено или уже каждую штанину по отдельности чтобы как бы ну реалистично что ли было. ничего давайте так это значит кисточку побольше вот так здесь поднарисуем здесь вот так так вот таким вот образом чуть-чуть здесь складок много не надо пока вот таким вот образом и кисточку поменьше это уже так складки должны как бы вот сюда вот так отходить и можно чуть закручивать как-то их делать спаренными так теперь через alt все это дело кое-где вминаем вот так так пока пойдет интенсивность можно еще поменьше делать здесь тоже вминаем и по кромке подаем значит вперед так что еще тут ну так можно сделать здесь вкладку добавить вообще нужно как-то скачивать в этом в интернете вот эти вот складки откуда они идут именно вот уже по телу от одежды здесь тут мятину ну и здесь вот тоже чуть-чуть поднакидаем и сейчас чтобы сильно вот это все дело не бросалось в глаза потому что ну это как бы переборчик ну чуть-чуть это все вот так смягчим они вроде есть ну какие можно чуть посильнее выделить но какие вот поменьше будет нормально так вот здесь вот на станах зада быть не должно вот эта часть можно поднакидать вот теперь уже более похоже так ну нам нужно еще сделать пояс для этого мы что делаем через альт выделяем майку так майку видимость отключаем и переключаемся не на шорты а на штанцы и на штанах вот маскируем control пробел левая кнопка мыши пробел это для переноса именно вот этого окна делаем control и и вот что можно сделать это значит гизму кайл так на это сильно чуть-чуть и поднимаем повыше теперь здесь уже с помощью моф топологи или моф эластик кому какой кисточкой удобно работать вот это все делаем корректируем так control и и вот здесь чуть-чуть еще надуваем вот так все вроде бы отбили вот эту талию ну а теперь нужно немножко ее так шифтом выгладить где-то провести так это значит делаем дайна меш потому что сетку мы уже растянули маска не проходит так вот она маска control и и можно ее именно уменьшить или допустим ну вот взять кисточку стандарт и через alt вдавить это значит alt и вот немножко вдавливаем ну наверное я ее все-таки пролеплю чтобы границу вот эту отбить вот так аккуратненько так есть такое дело так теперь control d control d поднимаем наши дивайды так по кромке можно здесь тоже так вот чуть-чуть поднадуть пока штанцы да вот эта линия ну вот уже прикольно ну и по симметрии здесь уже интенсивность можно побольше кисточку чуть-чуть уменьшить и вот уже нанести какие-то вот такие вот полоски вот так вот ну такая получается штукенция ну а здесь вот можно еще через alt как-то где-то почетче сделать вот эти выемки ну и где-то еще отбить именно shift или левой кнопкой мыши так теперь можно все это дело замаскировать control и где-то вот чуть-чуть вот так вот все сгладить так мофт топологи можно что-то еще поподвигать вот ну сделать как бы изгибы ну что он не сильно так вот ровно типа вот идет как-то к талии там перегиб перегиб чуть поровнее по бокам допустим тоже как-то там изгибается этот ремень так ровно он так быть не может это нехорошо и нужно его немножко значит наперед подсогнуть ну а сзади да он расширенный так вот вот так уже больше как-то пояс похож на пояс так и немножко еще вот эту линию наверное подкорректировать ну а эту часть еще немножко вдавить или добавить тут каких-то складок переходов ну это конечно вот такой вариант это мультяшный скорее всего здесь вот можно чуть поровнее чуть штанцы тут где-то поднадуть где-то еще уменьшить этот переход вот так ну вот получились вот такие галли хрен так текстуры подгружаем текстурку еще разок так z что еще у него присутствует так у него присутствует у него есть обувь так с обувью я пока наверное не буду заморачиваться давайте сделаем вот этот свитер ну опять по примитиву открываем нашего персонажа или через alt на него левой кнопкой мыши так маскируем давайте вот так персонаж замаскируем control здесь зарисуем близко не подходим к хромке где будет потом стык так вот чуть вот такая штукенция так здесь у нас выходит вот так замазка идет shift z сочетание клавиш ну а здесь наверное вот так вот делаем экстракт значит опять же ацепт так что у нас тут получается шриф z у него так мягкие рукава этот свитер надут рукава по линии и воротник все понятно так здесь у нас вот эту часть маскируем а здесь вот эти части так ну вот и есть да ну а теперь нам нужно все вот это дело наверное чуть-чуть поднадуть поднадуть это у нас деформация инфлад любимая моя функция вот так ну чтобы не было вот этих мышц все это нужно все выгладить выгладить чтобы это было просто ну как бы одежда да без всяких позвонков так надуваем еще немножко инфлад так и опять же шифтом все это дело выглаживаем чтобы у нас появился появилась вот эта надутая как бы масса и вот эти части где впадины это все нужно поднять так это все мы дело поднимаем шифтом можно еще больше потоньше делать так вот ну здесь делаем значит кромки вот эта одежда это шрифт Z да это можно уже сделать или клейбилдоп я буду делать клейбилдоп чуть побольше и начнем вот с этого снизу надуваем так еще побольше надуваем здесь какие-то переходы делаем вот так вот shift Z так здесь у нас мофт Apology она должна висеть вот эта часть и выглаживаем так а вот эту часть я делаем прям потоньше ну он у нас тонкий персонаж худой точнее и вот эта часть она должна тоже как бы соответствовать его вот этой худобе ну чуть-чуть давать полноту так вот есть что-то это и надо как будто это все дело вот вот так висит вот за тяжечками делаем что-то где-то поднимаем потом опять можно опустить припустить где-то тут что-то вот так натягиваем так ну вот нормально вот так вот будет хорошо здесь что живот убираем побольше у него живота то нету но свитер должен должен висеть вот так вот и вот эта часть в этой части ага так получается у нас персонаж полноватый очень надо еще наверное худее сделать чтобы как цыпленок был ну и теперь так он продолжит рукава рукава накидываем тоже кромку вот эту надо вот именно вот эту кромку отбить вот так на бицуху дюжит не лезем но здесь вот эти переходы свитером можно сделать помягче так и здесь тоже так засандаливаем пробуем сделать дайна мэш надеюсь нигде никакая часть не вылезет именно полигонажа геометри делаем дайна мэш все 104 нормально вылазу вот у нас ничего симпатичного внешний вид так нужно теперь вот эту часть немножко поднадуть тоже снизу сверху не надо вот именно снизу чтобы определилась и она что это есть именно пояс вот где-то побольше значит шифтом убрать где-то поменьше так нам теперь понадобится в том воротник воротник какой он у него надулки да делаем делаем control делаем вот эту маску ну а теперь опять же экстракт ну экстракт может получиться не очень хороший в каком плане так control снимаем маску и вот у нас ну толщина это хорошо можно сделать эльдайном чтобы все это склеилось все ну где-то не склеилось это вот получается вот вот что-то в таком духе так шифтом шифтом побольше все это дело выглаживаем пусть она будет поменьше и пусть все будет выглажено так лучше мы сейчас массы тогда накидаем так получается что у нас тут получается через shift левая кнопка мыши выделяем и вот здесь еще трем 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 shift левая кнопка мыши чтобы чтобы все это значит уменьшить вот вот так здесь она у него уже идет надувается но здесь потоньше вот эта часть вот вот за что я вам говорил смотрите видите выпирает вот эта вот часть так где она тут вот это у нас что или майка если майка то ладно да это майка ладно все проехали значит все нормально так здесь что у нас вроде без дыр ctrl w так ctrl w вот одна полигруппа стала и что тут еще получается все нормально и труселя с майкой так труселя отключаем майку отключаем поле f отключаем и занимаемся теперь через alt левая кнопка мышля значит воротником воротник я такой наверное оставлю не обязательно привязываться именно к персонажу какому кому в точности что-то делать я художник я так вижу проводим здесь верхнюю часть и сейчас мы отобьем вот здесь вот ребро нужно отбить вот так мелкими движениями так здесь шифтом вылаживаем так вот получилась у нас такая кромка верхняя и нужно теперь через alt немножко вот эту внутреннюю часть часть как бы вдавить чтобы она была мятая ну и вот здесь тоже такой переход сделать так а здесь типа как складка идет воротника и через alt все это дело так вот изминается все это выглаживается ну вот получился такой воротник теперь отбиваем значит вот эти рукава как это можно сделать да ну это control значит мы вот так вот рисуем эти полоски вот так так тут вот эти лопатки надо будет поубирать это не есть good и подмышки вот так выходит это сторона делается control и так что можно сделать попробуем через alt дизму поднять посередине если по x работаем по симметрии и вот мы начинаем вдавливать они будут уходить вбок так если мы симметрию отключим alt подтянем к одной кромке так она все равно почему-то симметрично ну да они же маска то одна так ну пускай так будет вот 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 эти вот штуки хорошо делаются именно скульпты с альфа шестой вот эти все складочки нарезочки полосочки так это значит кромку еще больше вот так рисуем так еще больше и с этой стороны тоже нужно прорисовать и попробуем сейчас все в том выводить но чтобы она осталась ну да вот плоховасто плоховасто ее видно но в принципе наметка есть что здесь именно швы ну а теперь делаем зеркалку это значит геометри модифе топологи мира and well так нужно еще здесь вот тоже вот эти так control z нужно здесь полоски всякие добавить ну как плетенка пока с этим делом отставим это уже понятно так давайте сделаем обувь так open добавляем цилиндр alt левая кнопка мыши на цилиндр flat а frame пардонте чтобы вернуть это все назад ну в смысле на передний вид чтобы видеть это все дело передний план так и вот это все уменьшаем вытягиваем уменьшаем и сейчас будем с этого делать подошву так подошва пусть будет потолще это опускаем до ноги до любой без разницы в смысле не до любой а вот это вот к левой и значит разница есть потому что у нас зеркалится слева направо в блендер справа налево вот это небольшая но разница так это значит еще подошву надо делать побольше так маскируем вот эту часть ctrl и зеркалим это все дело вот так будет нормально тут еще будет каблук так маску снимаем и пока у нас есть вот эти вот все полигоны вершины делаем мофт apology и вот это все дело стараемся сделать короче подошву так это как-то так это как-то так вот чуть-чуть выравниваем где-то что-то задираем полигоны поднимаем так что у нас тут вот с этими вершинами нормально так будет хороший просолок и делаем теперь дай нам эш дай нам эш побольше резолюцию смотрим что получилось возлажаем тоже чуть-чуть корректируем еще больше выглаживаем нижние стенки которые вырезали здесь можно еще как бы кверху так эту часть задрать вот так ну чтоб пальцы конечно не вылазили и вот эту часть до до подошвы и тоже значит выглаживаем смотрим что тут получилось обалдеть так ну вот что-то в таком духе эта часть на пониже эта часть тоже на вот так вот такие вот так здесь теперь можно добавить сферу наверное append добавляем да почему бы нет добавляем сферу и значит все это дело опять же уменьшаем устанавливаем к ноге подгоняем уменьшаем растягиваем ну и компонуем именно вот сюда как-то да теперь все это дело можно поднатянуть где-то вот припустить вот так где-то еще выше поднять вот эти переходы так это значит давить поднять утянуть так ну что-то вот и покрасовка да так теперь control shift зажимаем и trim red резку включаем и чуть-чуть порежем ее как-то так-то и теперь dynomesh dynomesh уплотняем все это дело корректируем на ногу переключаемся маскируем control левая кнопка мыши значит вот эту часть вот так вот и делаем этому делу значит экстракт это многовато ну пускай acept control левая кнопка мыши так 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 геометрии давайте надуем немножко это значит деформация вот ну а теперь делаем dynomesh так и обрезаем вот получились вот такие вот бутиночки так кромку добавляем shift z и у него здесь вот эти вот переходы голеня дым чтобы сделать эти голеня нужно добавить сначала так у него каблук там есть каблук есть но это тогда append добавляем куб frame skyle опускаем уплотняем опять уменьшаем подставляем ввод это значит части нашего ботинка чуть-чуть поменьше вот так ну а здесь пока не сделано дай не сделано дай на мышь вот через shift смягчаем его немножко можно где-то вытянуть alt переключиться на нашу заготовку подошвы чуть-чуть уменьшить значит ну и каблук чуть-чуть сплюснуть так вот так чуть-чуть значит здесь уменьшить кисточку поменьше alt на нашу заготовочку вот эту вот что-то эткое таким вот образом здесь минаем shift выглаживаем сейчас переход сюда сделаем на переднюю часть так ну и делаем ага пардонте alt нога делаем вот этот переход shift z вот эту штуку значит ага делаем тоже и экстракт ацепт и объединяем вот с этой частью так control маску снимаем так галине опускаем в самый низ ну чтоб уже не путаться так и н альт находим нашу эту заготовку тоже вниз спускаем и объединяем вот эти галиня вот с этой частью это значит у нас происходит мершдаун ок делаем теперь всему этому делу дай нам чтобы они склеились так что у нас с полигруппами делаем control w одну полигруппу склеилось да все склейка прошла понятно ну и вот эту часть нам нужно что так как они там у него выглядят ага MOV вот эту часть натягиваем вот сюда вперед вот так вот control снимаем делаем дайномеш меняем сетку сохранения происходит сетку шифтом все дело выглаживаем и сейчас будем эту лепку производить так шлиф Z ага все понятно клей клей билдоп по этой кромки вот сюда вот эти вот переходы типа ну как ляпу ну не знаю как как их называли кожаные вот эти вот штуки которые шли поверх одежды чтобы не затирались штаны вот это вот так и получается что отбиваем кромку через alt так здесь поменьше вот таким вот образом бэнс все пятка отбита это как отдельная часть или будет так шлиф Z и вот здесь она должна поменьше кисточку alt и вот так бы как бы ламинация и делать вот как это сказать складки да сюда складку пустим шифтом выровняем через alt сделаем ее потоньше ну так здесь тоже чуть потоньше с ребрышком вот этим так мофта позже я не знаю наверное вот этот штукенцию можно даже чуть-чуть вперед еще побольше и как будто чтобы она отдельно как будто неказисто свисала да что-то вот так чтобы получалось какая-то мятость вытянутая что-то вот так вот ну да вот так как-то так теперь до оформим нашу вот эту бутсу перекроем палец ну опять же через alt значит вдавим так так где-то докидаем бока shift где-то выгладим это еще докиним а здесь вот нос сделаем пух не такой вот такая штука так теперь подошву немножко еще подкорректировать нормально делаем модифика пользы мира and well теперь alt мира and well и вот эту штуку мира and well ну и каблук мира and well так есть shift z получается они идут поверху и здесь ctrl z нам нужно накидать тоже переход а ну-ка попробуем кисть стандарт на brush автомаскинг mask be интенсив или как by face mask во так все это дело побольше кидаем а потом выглаживаем чтобы она сама себя взяла сколько ей надо так но она тут тоже не должна быть именно того выпирающей так мы проведем через alt это мало через alt проведем эту полосу что-то ну вот уже что-то этак вот эта часть мне нравится так ее нужно еще тоньше делать это значит мофт оположи вот так я выглаживаем прям побольше вот так вот раз уменьшаем можно накинуть чуть наверх так станции чуть-чуть можно shift уменьшить чтобы они потоньше снизу были так что еще тут у нас уменьшим уменьшим все все очень вкусно у это есть ну и можно оно см д а Продолжение следует... Продолжение следует... Будет он, наверное, в двух видах. Это вот в таком. Там еще у него плащ есть. Вот так вот. А вот еще что хотелось сделать. Это вытянуть вот эти вот части подальше. Так, вот раз. Угу. На кисть руки. Так, вот раз. Поднадута. И вот эту часть вот так наплывом делаем. И уже будет прикольно тоже смотреться. Вот так вот. Ну, а это сюда можно чуть еще поднадуть. Ну, да надувать не надо. Вот так вот. Ну, я анталюн. Так, что тут? Ага. Вот она еще часть. Надо побольше сделать. Так, ну, вроде бы нормально. И по станцам. И то, что ниже колена. Вот эта штука уходит. И то, что тонкие вот здесь вот уже левшие части. Так, попробуем еще. Ну, так наверное будет. О! Вот так наверное будет лучше смотреть. Так. Ну, а эту часть чуть выдавить. Так, здесь чуть-чуть мятины. Так, ну и чуть-чуть побольше. О! Переход. Ну, вот как-то так я делаю одежду. Есть еще кисточки. Уже можно скачать для вот этих складок на одежде. Ну, в большинстве случаев вот. Видите, допустим, вот будет низкополигональный. И вот так вот будет смотреться мультяшно получше. Складки где-то так, ну, чуть-чуть намечаются. Вот можно здесь вот чуть-чуть кинуть там на локте. Давайте попробуем. Так, через Alt. Так, кисточка Standard. И попробуем уменьшить ее. И чуть-чуть этих складок, ну, как бы так. Так, Alt здесь вот так добавим. Вот так вот. Это вот тут одно. Потом это идет чуть-чуть вот так загибом. Это чуть вниз. Здесь Shift выглаживаем. Переходы делаем. Ну, где-то вот чуть еще верхушку вот эту. Значит, вот эту кромку выбираем и, ну, рисуем. И вот так вот Alt там за ней уже уменьшаем. Так, что еще тут можно сделать? Ну, здесь вот чуть обозначить, да, вот так. Значит, видите, вот эти впадины как бы. Ну, пару штук вот так вот слегка хватит. Много и не надо. На рукавах. Вот так рисуем. Вот такие вот изгибы. Так, что тут? Ну, можно тут вот на локте. Так, получается, делаем впадину через Alt, а потом какую-то кромку, значит, дорисовываем верхнюю, нижнюю и проводим поверх вот этого углубления. Ну, получается, где-то вот такие складки. Так, ну, а на этой части сделаем по-другому. Ну, допустим, вот здесь вот так. Это вот так выходит. Ну, и вот в таком духе под бицепсу пусть пройдет складка, которого у него нет. Ну, и шифтом смягчаем все это дело. Просто даем такой вот ориентир, как будто да, есть там складка. Что-то вот так вот. Ну, что-то персонаж получается. Единственное, что может станции еще поднадуть, но тогда он будет слишком полновато вылететь. А вот здесь бы как бы, да, поднакидать бы еще объемчик вот здесь вот. Ну, пока пускай будет. Это пока вот такой результат. Потом буду красить. Как обычно, наложу анимацию в миксам, вставлю кости и, не знаю, наверное, переделаю лицо еще под анимацию мимики. Вдруг кому пригодится. Ну, не суть вопроса. Мне просто интересно, как будет вылететь персонаж в анимации. Ну, вот такая штука. Надо еще будет стекла ему повставлять. Ну, где-то, если был бы он, наверное, так бы и выглядел. Все, всем пока. До свидания.